Мы продолжаем с помощью Всевышнего перевода законов Хануки и Заруха Шухана, и мы дошли без Раташем до главы Тавреч-Пейбет. Урок посвящается. Уже нам осталось до Хануки меньше недели без Раташем, и три главы всего осталось, коротеньких. Все восемь дней Хануки мы говорим Алянисим в Беркат Амазон, во втором благословении Беркат Харит. И также, получается, и там, и там мы в Модим говорим Алянисим. В Шмонесре это предпоследняя броха Модим, а в Беркат Амазон это Ноделиха, тоже вторая броха. То есть номер брохи совсем другой, но идея брохи в чем-то похожая. И там и там благодарение, броха благодарения. Как и Тарасовенский в Тамуд в одном месте, что на будущее мы обычно говорим в брохе Реце, в Шмонесре. А вот на прошлое, как Алянисим в Хануку и в Пури, мы говорим на... Да, благодарим за прошлое, в брохе благодарения, логично, да, там, где мы благодарим Всевышнего за то, что он делает для нас, благодарим за то, что он сделал в те времена. Боя мимо эм без ма на зе. А, и также Беркат Амазон. После того, как скали, бби хот ли йомун холет в их 나왔laughter. Говорим в Вяль Анисим, Вяль и так далее. До слов Ли Шымха Гагадоль. А потом говорим Вяль Акой, Гашем Лаке Нанахна Модим Лах и так далее. И также Шмонесе, Модим и так далее. Ким drawLS Qium iconlara Moudinsa yota 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 x8. То есть очень похожая идея. И самой брахи, и Нусаха вставки, значит, в Хануку и в Пури. И, говорит, все эти вставки, это, говорит, не молитва, а именно благодарность за прошлое. За те чудеса, которые Всевышний для нас делал. Поэтому постановили их упоминать именно в этой брахи. А вот Ялеви Аво, это молитва на будущее в том числе, да, Роши Ходыши. И, например, в Холомоид мы тоже это говорим, да. Это постановили в Брохе Реце. Еще, мне кажется, нужно говорить Ве Аль Ганисим. Потому что до этого тоже мы говорили о разных благодарностях, поэтому продолжаем с буквой ВАВ, чтобы соединить предыдущее со следующим. А также за эти чудеса. Хотя в Сидурах написано Аль Ганисим. На самом деле, как раз в хасидских и в сифарских Сидурах, и в Хаббат, там говорят Ве Аль Ганисим. А в некоторых Ашкенадских Сидурах я видел написано ВАВ в скобочках иногда. То есть, некоторые говорят Ве Аль Ганисим, некоторые говорят Аль Ганисим. Еще он говорит, что нужно сказать правильно Кеше Амда. И так далее. Харыша говорит, нужно читать Рейш с гласной Шва, а Шин и Айн с гласной Камац. Харыша, да, так будет произноситься, если правильно произносить Айн. То есть Айн с Камац, и потом, и Шин тоже с Камац. Но Рейш с Шва, Харыша. Говорит, без буквы мем. У нас, кстати, говорят МИХУКЕРИЦАНЕХ, он дальше так и говорит. Некоторые считают, что МИХУКЕРИЦАНЕХ, а некоторые говорят просто ХУКЕРИЦАНЕХ. И у нас обычно, как он правильно пишет, с мемом говорит. Это, говорит, мнение Прихадаш. А без мема это мнение Магина Врама. Он говорит, что более как бы простое выражение, это с мемом. И говорим еще КЕШАМДА АЛЯМХАЙ ИСРАЭЛЬ. Не нужно говорить КЕШАМДА АЛЕЙХЕМ. Потому что это лишнее получается. И уже сказали мы, уже мы говорим АЛЯМХАЙ ИСРАЭЛЬ. И еще, говорит, нужно сказать в конце ВИКАВУ ШМУНАТЬ ЕМЕЙХАНУ КАЭЛУ. А НЕ КИМОШ... НЕ, как в некоторых седурах, говорит, написано ШМОНА ЯМИМ ЭЙЛУ. То есть, получается, они тогда не упоминают слово ХАНУКА вообще. Говорят просто ШМОНА ЯМИМ ЭЙЛУ. И это, говорит, неправильно. Потому что главное как раз ХАНУКУ упомянуть. И еще мы говорим АЛЯТШУОТ, ВИАЛЯМИЛХАМОТ. А некоторые, говорит, еще добавляют слово ВИАЛЯНИФЛАОТ. За чудеса. А мне, говорит, кажется, что ХАНУКУ нужно, говорит, ВИАЛЯМИЛХАМОТ. Потому что ХАШМОНА именно воевали с антиохосом, да, с людьми антиохоса. А вот в ПУРИМ, говорит, не было МИЛХАМА. Я не понимаю, почему он так считает. Ведь в ПУРИМ тоже воевали против врагов евреев. ВИАЛЯМИЛХАИГУДИМ это был тоже тип войны. Может, он имеет в виду, что война это то, когда... Именно война с целым государством, в отличие от, допустим, обычного погрома, если, например, евреи встали против тех, кто пытается их громить, и, наоборот, перебили погромщиков, это не называется войной. Но я не вижу никакой проблемы, говорит, слово МИЛХАМА. У нас же обычай вообще, говорит, одинаково, что в ПУРИМ, что в ХАНУКУ предисловие. Потом уже разные отрывки, но сначала мы говорим одинаково. АЛЯНИСЬ, ВИАЛЯПУРКАМ, ВИАЛЯГУРАТ, ВИАЛЯТШУОТ, ВИАЛЯМИЛХАМОТ. Ну, вот он хочет сказать, что есть разница, что в ХАНУКУ нужно сказать МИЛХАМОТ, а вот в ПУРИМ нужно сказать НИФЛАОТ вместо МИЛХАМОТ, потому что в ПУРИМ это НИФЛАОТ. Я не понимаю, ведь в ПУРИМ как раз не было открытых чудес. В ХАНУКУ хотя бы было чудо с этой свечкой, а в ПУРИМ вообще не было ни одного открытого чуда. Поэтому почему говорит НИФЛАОТ? Может быть, он считает, что НИФЛАОТ, это здесь не имеется в виду чудо МАМАШ, а имеется в виду, что была Гангага Всевышнего, которая в результате привела к спасению. Это тоже чудо, скрытое чудо, что, в общем, так и есть. Поэтому мы говорим НИСИМ в том числе, АЛЯНИСИМ. Ведь в законах БРОХУ ШААСАРИНЕС БАМАКОМАЗЕ, я рассказывал в другом месте, что есть очень большой диспут, какого калибра чуда нужно, чтобы сказать ШААСАРИНЕС БАМАКОМАЗЕ, что НИСИМ, это обычно не просто, что человеку повезло и он спасся. НИСИМ должно быть что-то из ряда вон выходящее. Но с другой стороны, вот, например, те, кто жили в Освенциме и остались живых, это тоже, хотя пусть не то, что вообще невозможно, но очень маловероятно, поэтому, казалось бы, это НИС, поэтому некоторые иногда говорят, что человек, который приезжает назад в Освенциме, если он там выжил, Холокост-сурвайвер, то он может и должен сделать там БРОХУ АЛЯ НИСИМ, АЛЯ ШАСАНЕНЕС БАМАКОМАЗЕ, в общем, все это не очень ясно. Во всяком случае, в отношении НИСИМ, который мы говорим в Пурим, мы говорим в общих чертах, поэтому, видимо, упоминается в том числе чудо Пурима, хотя там не было ничего из ряда вон выходящего, было просто Ханхага Всевышнего скрытое, которое в результате привело к спасению еврейского народа. Но НИФЛАОТ, я вот, например, знаю, что Гра и Малбим оба объясняют в книге Иова, к пятой главе, там говорится ОСА ГДУЛОТА ДЕНХЕКЕВА НИФЛАОТА ДЕНМИСПАРА Они объясняют, что НИФЛАОТ – это именно чудеса вне природы, выходящие за рамки природы. И в действительности, видимо, НИСИМ, может быть, включая даже НИСИМ НЕСТАРИМ, скрытые чудеса, в основном случае, в нашем контексте тоже, А вот НИФЛАОТ действительно не очень понятно, потому что НИФЛАОТ в случае ПУРИМа вроде бы не было. Но он считает, по крайней мере, что как раз ПУРИМ нужно говорить НИФЛАОТ, а вот в Хануку, получается, нужно говорить, по его мнению, Милхамот. И дальше, говорит, НУСАХ, КИШЕМ ШААСИТА ЛАВА ТЕЙНУ, это, говорит, Рабину Бет-Йосеф сказал не говорить это, потому что мы сейчас не должны просить что-то на будущее, да, это все молитва на прошлое, мы благодарим за прошлое. Вот, и продолжает Бет-Йосеф, что нужно сказать так, ВИАСИТА ИМАХЭМ НИСИМ ВИГУРОТ БАЯМИМ ХАХЭМ. А некоторые говорят это, в смысле, говорят ту вставку, которую он упомянул. Вот, так он объясняет, что, по-первых, мне не следует ее говорить, потому что это на будущее, а у нас здесь не молитва, а только благодарность за прошлое. И вообще к этой брохе как бы не очень относятся. А те, кто ее говорят, и так, говорит, обучий наш, я не знаю, я такого как раз не видел, что считают, что так это община, то она может и просить в трех благословениях последних просьбы тоже. Вставлять даже просьбы. Как мы, например, говорим, в 10 дней раскаяния, ухтов, и также в последнем брохе, убесефер хаим, тува в раха, и так далее. Это же все просьбы, в последних брохах вроде нельзя делать просьбы, там, брохи благодарности, и тем не менее мы вставляем эти просьбы. Вообще в последних брохах, так же, как и в первых трех, нельзя никакие вставки делать, вот в чем дело. Основная проблема в том, что в средних благословениях можно просить от себя, а в этих брохах нельзя, но тут-то как хазаль установили, и можно для целой общины просить. И даже то, что не установлено хазаль, то, что делали пиютим, пиютим в средние века были добавлены, и все равно считается, что, так как это для целой общины, то Тософот и другие решения им разрешили. И так Ашкенадин до сих пор делают. А Сифардин действительно не делает, не читает никаких этих вставок. Эти все молитвы особые в Рожешанах, в Йом-Кипур, Сифардин все это не говорят в середине Шмон-Эсры. Есть, кстати, еще одна деталь, которую он почему-то не стал упоминать, что в Сифардских седурах там в конце еще раз упоминается, что было именно чудо произошло, да, с, видимо, указывая на чудо со свечками. А в наших седурах ничего из этого нету. И вообще удивительно, что уже спрашивали этот вопрос, почему в Нусахе-Алянисе нет ни слова про чудо главное. Где чудо? Да, что упомянуто все про войну, про победу военную, и ни слова про чудо со свечками. Я уже говорил, что, на мой взгляд, таки это и доказывает, что главное чудо было вовсе не со свечками. Может быть, чудо со свечками стало гораздо более важным, когда храм был разрушен. С чем это можно сравнить? Представьте, все евреи отвоевали свою независимость. Без сомнения, тогда, все время храма, они праздновали Ханаку с огромной радостью, праздник свечек, праздник света, и помнили о том, что они получили независимость от сирийских греков. Но потом, когда храм был разрушен, было непонятно вообще, какое теперь Ханаку имеет отношение, что теперь-то вспоминать. Пурим, понятно, мы спаслись. Пурим, мы спаслись от злодеев, которые хотели, от Хамана и его людей, которые хотели нас убить. И это не важно, есть храм, нет храма, мы будем всегда праздновать Пурим. Но вот Ханаку было, может быть, непонятно вообще, стоит ли ее праздновать после разрушения храма, как День независимости праздновать, когда уже, если, например, когда-нибудь Соединенные Штаты Америки будут завоеваны другими странами, к примеру, они что, будут все равно праздновать независимость потомки американцев? Вряд ли. Поэтому стало гораздо более важным помнить, что было еще одно чудо, чудо, связанное с ханакальными свечами, и именно ее, так сказать, символизм, что евреи выиграли именно не просто войну за независимость, а войну за религию, за религиозную независимость, что нас преследовали именно в религиозном плане. Если бы мы согласились стать, как сирийские греки, принять их в культуру, то нас бы никто не тронул. Они были не как Гитлер, а скорее как Ленин. Они хотели, чтобы евреи ассимилировались, но они не пытались уничтожить еврея физически. Поэтому вот свечки, ханукальные свечи, они олицетируют мудрости именно вот, чтобы вспомнить о том, что выжила наша религия именно. И это чудо, оно никуда не делось, и оно, соответственно, стало гораздо более подчеркиваться после разрушения храма. Но во время храма наверняка, в первую очередь, праздник хануки был именно праздником независимости. Я хочу заодно, раз Аруха Шухан это не упоминает, заодно упомянуть еще несколько различий в нусахах разных, потому что он упомянул, как вы видели, несколько слов, как правильно произносить, по его мнению. Есть еще много подобных вопросов, в том числе, есть вопрос Хашмонай, как произносить вообще, вообще что значит Хашмонай? Некоторые говорят, что это был общий предок этой семьи, другие говорят, что это им было как, своего рода, их фамилия, что ли, или даже место, откуда они происходят, как Хашмона есть такое место. В любом случае, есть диспут, произносить ли Хашмонай с Икратким, или Хашмонайи. Кстати, по-моему, я слышал от некоторых хазанов вообще Хашмонии, но не знаю, откуда это взято. Основной диспут, кажется, Хашмонай или Хашмонайи. Кстати, насчет вот слова Аруха Шухана, что Риша нужно произносить через Шва, раба Одесов так не считает, то есть партнер, кажется, произносит Хариша. У некоторых нусах Лишакхам Торатеха. В Лихавирам Михокерецунех или Рецунах, как Сифардзим обычно произносит. В общем, Лишкихам, да, у нас в нусах другая форма глагола, да, у них, у Сифардзим обычно, Лишакхам Торатеха. Так говорят Сифардзим. А Ашкеназим говорят глагол. Лиха Асита Шемгадоль Викадош Боламеха. Да, некоторые произносят Улиха Асита. Сифардзим говорят без вавы. И последнее, что здесь пишет, Аруха Шухан это, что если человек забыл, а Алянисим неважно, он забыл в молитве или он забыл в Биркад Амазон, во всех случаях возвращаться не нужно. Это не как говорит Я леви аво в Рошходеш или в Холомоед, потому что там есть Корбан Мусов и важно упомянуть особенности этого дня. А вот в Ханук это просто благодарение, если я забыл, то ничего страшного. Кстати, интересно, что есть некоторые мудрецы, которые считают, что хотя так выглядит и Сталмуда, более того, из Сталмуда в отношении Биркад Амазон даже сказано, что человек вообще не обязан говорить про Ханук. Если он хочет, он может сказать. То есть, даже для Атхила можно не говорить. И Шита, кстати, магия на Враму, если человек возвращается в Биркад Амазон по какой-то другой причине, например, он сказал Алянисим, но запускает, например, в субботу, в третьей броке про субботу, и теперь ему нужно заново бенчить, то ему уже второй раз не нужно говорить Алянисим. Довольно странная шита, казалось бы. Если первое бенчание вообще не засчиталось, то почему не сказать второй раз снова Алянисим? Вот такая шита у магии на Враму. Как бы там ни было, хотя это все так, но есть мнение среди решений, и так постановляет среди охроним Бах, как ни странно, что мы приняли на себя это как хова, что так же, как, например, вечальную молитву мы приняли как обязанность, хотя она была когда-то добровольной, то сегодня, если человек не помолится вечальную молитву, нужно заново молиться. Также он считает и здесь, если в Брикад Амазон человек забыл Алянисим, Пхануку, то нужно возвращаться. И никто с этим не согласился, и как вы понимаете, Халаханя как это мнение. Еще он говорит, что Фарахаман можно упомянуть, если человек забыл в Брикад Амазон сказать Алянисим, то пусть Харахаман скажет Харахаман Гуя Асел Анунисим и Нифлаотки Шэм Шаасита и так далее. Бэмема Цитьяху и до конца. И так же можно и в Шмонея срискать после июля рацион. Так считает Таз. Еще говорит, что в субботу даже в мусах мы говорим Аль-Ханисим. Это как раз в Талмуде в Рактате Шаббат обсуждается, что, казалось бы, если в субботу в принципе, если в Хануку в принципе нету мусов, то есть Ханука сама не требует мусов, то может быть в субботу, которая падает на Хануку, не нужно, говорит, Аль-Ханисим в мусахе. Но у нас, Аллаха, что нужно. И так же, говорит, в Рош-Ходэше у нас же Ханука всегда имеет хотя бы один день Рош-Ходэша, иногда два, чаще даже два. Большинство лет два дня Рош-Ходэша в Таллиэте. На всяком случае, тоже нужно упомянуть и в мусахе Рош-Ходэша, соответственно, про Хануку. Хотя сама Ханука не требует мусов, но так как день этот ханукальный, то и в мусах упоминается Аль-Анисим. И на этом заканчивается наш урок. и ревух-хошлема ласлахат бухгалиню шел Хадаса Батахова векол Исраэль.